Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами передача «Открой свой бизнес» и я ее ведущий Артем Богач. Сегодня у нас в гостях очень интересный человек, причем человек солидного возраста, врач высшей категории, человек, который недавно открыл свой собственный бизнес Ольга Михайловна Ходорева. Здравствуйте, Ольга Михайловна. Здравствуйте, Артем. Расскажите, пожалуйста, каким видом бизнеса вы занимаетесь? Я знаю, что он очень интересный, такой достаточно специфичный. Расскажите более подробно. Вы знаете, это сетевой маркетинг, одна из самых крупных сетевых компаний. И занялась я этим пять лет назад, несмотря на свой возраст, несмотря на то, что я, конечно, еще работала, продолжала работать. Вы знаете, понравилась мне сначала эта продукция этой компании, а потом я поняла. Вы знаете, в свое время я прочитала фразу Льва Толстого. Наиболее непредвиденная вещь, которая случается с вами, это старость. И я подумала, а ведь старость, она ведь каждого коснется, и меня в том числе. И я хотела, чтобы вот этот отрезок пути был достойным, красивым, обеспеченным. И вы знаете, я хотела, чтобы мной гордились и внуки, и дети, и все мои родные, и близкие. И чтобы я сама себя всегда чувствовала хорошо, и не была обузой для других. Поэтому я все это просчитала, поняла и начала заниматься своим собственным бизнесом. Вы знаете, ни одной минуты я не пожалела об этом. Вы знаете, это новые встречи, новые знакомства. Это народ вокруг меня позитивный. Я всегда нужна людям, я всегда востребована. Это очень важно. Вы знаете, а так как это у меня бизнес, у меня большая команда, и команда в основном молодых, таких вот, и как вы, Артем, и еще моложе есть, и люди более старшего возраста, и пенсионеры есть. И вы знаете, я не могу стареть, я всегда чувствую себя молодой, поэтому, ну так как я человек коммуникабельный, то я, естественно, вы знаете, каждый день рада, вот что я занимаюсь бизнесом. Ольга Михайловна, вы затронули тему семьи, то, что вы хотите, чтобы не быть обузой там для кого-то, да, и так далее. Ну, что очень важно, конечно. А скажите, какая была первая реакция вашей семьи, когда вы стали заниматься этим бизнесом? Вы знаете, первая реакция моей семьи как-то прозвучала так, что, мама, ну, занимайся чем угодно, лишь бы тебе было хорошо. Но сами меня они, конечно, сначала не поддерживали. Сначала не поддерживали. Да, сначала как-то они не мешали, ну и особо, не то что не поддерживали, они меня поддерживали, но не помогали. Хорошо, а сейчас изменилось отношение? А сейчас изменилось отношение, и сейчас со мной строят бизнес, и дети строят со мной бизнес. Они вместе с вами, да, они ваши партнеры? Особенно у меня одна младшая дочь, она вообще со мной строит бизнес. Вторая дочь, она просто как еще потребитель, но тоже пытается. Во всяком случае, сейчас они уже гордятся со мной. Ясно. Наверное, они увидели, что вы уже достигли какого-то успеха, наверное, начали путешествовать, им тоже захотелось, и вы их вовлекли. Да, да. Ольга Михайловна, расскажите, пожалуйста, какие-то, может быть, основные принципы сетевого маркетинга. На чем основан этот бизнес? Дело в том, что это как бы построить торгово-потребительскую сеть. То есть выстроить вот такую команду, собрать такую команду единомышленников, чтобы люди тебя понимали, и чтобы люди шли за тобой. Вот основа любого сетевого маркетинга – построить торгово-потребительскую сеть. И построив вот эту сеть, вы получаете и доход, вы имеете большую команду, и за вами идут люди, и люди, вы помогаете людям жить лучше. Вот это основа любого сетевого маркетинга. Да, хорошо. Ну, вот насколько я знаю, то, что достаточно много известных компаний работает по принципу сетевого многоуровневого маркетинга. Ну, говорят, и сетевой, да, и многоуровневый. Ну, и это компании, как компания Avon, Ariflame, New Ways, M-Way, Faberlic, да, Сибирское здоровье, вот наша корпорация. То есть достаточно много. Оборот ежегодной отрасли составляет порядка 5-10 миллиардов долларов. Ну, то есть это достаточно крупные деньги. И при этом основной принцип – то, что независимые дистрибьюторы могут продавать продукцию напрямую от производителя, минуя посреднические компании, минуя розничные магазины, и при этом имеют право привлекать партнеров. Ну, и таким образом как раз вот и создается, да, это потребительская сеть, где каждый участник, с одной стороны, потребитель этой продукции, а с другой стороны, он и полноправный партнер, да, который создает свой бизнес внутри этой большой корпорации. И мне кажется, что это очень, ну, хорошая возможность для людей без каких-либо вложений, да, без стартового капитала начать строить свой бизнес, и при том, что это даже международный бизнес, да, получается. Ну, и мне кажется, что это очень важно, это хорошая возможность, но и вы яркое этому доказательство. Я согласна с вами, Артем, совершенно правильно, что действительно здесь эта возможность дана каждому. И каждый может заниматься этим в любом возрасте. Ну, а я действительно занялась уже в возрасте довольно солидным, через месяц 70 лет, и я об этом не сожалею, я только радуюсь. И я уже имею достаточно большой уровень платинового основателя, и у меня большая команда, больше 300 человек. И люди разного возраста, в основном средний возраст, есть и молодежь, но в основном средний возраст 30, 35 лет, 40 лет. Ну, у меня есть, и 19 лет вот недавно у меня подключился мальчик, который очень заинтересовался этим. Мне кажется, очень здорово. И вы, ну, вот, у вас чувствуется такая вот определенная энергия, да, такой позитив, вот, ну, и замечательно, ну, и, наверное, поэтому люди и тянутся к вам в команду. Я думаю, что, наверное, она увеличится, и уже там будет не 300, а пусть там 3000, например. То есть удвоение. Да. Или там в 10 раз, чтобы стало больше. Хорошо. Ольга Михайловна, расскажите, все-таки, может быть, есть какие-то трудности, какие-то риски в сетевом бизнесе? Вы знаете, в бизнесе, которым я занимаюсь, риска практически никакого нет. Потому что мы здесь практически без начального капитала, небольшие вложения, конечно, надо делать, потому что не вложив ничего, вы ничего и не получите. А вкладываете вы в основном сюда свое, знаете, время. Свое время. Да, время, желание. Энергию. Энергия, настроение. Вот что значит сюда вложить. И когда вы... Все зависит от того, как вы это будете делать, и какое у вас желание. Если у вас мечта, вот, потому что желание – это энергия. Энергия порождает мечту. А мечта, значит, раз вы записали свою мечту, у вас поставлена цель. А человек, который идет целенаправленно, он всегда ее добьется. Ольга Михайловна, а у вас есть цель? Ну, наверняка есть. Да, конечно. Наверное, она вас вдохновляет. А что это за цель? Цели бывают разные. Вот. Ну, я хочу оставить наследство своим детям. Детям, внучке, чтобы они были такими же обеспеченными, как и я. Скажите, пожалуйста, почему вы стали заниматься этим бизнесом, Ольга Михайловна? Я сначала начала с продукции. Мне очень понравилось, что она выгодная. И она экологически чистая. И я начала пробовать. И я поняла, что это наше здоровье, прежде всего. А когда я... То есть вы начали с того, что попробовали продукцию. И я пошла на продукцию. Стали ее использовать. А второе, когда я попала... Меня просто пригласили, уговорили на тренинг по развитию личности. Это мы называем семинарами. И я увидела людей, которые... Кто-то имеет высшее образование. Здесь не имеет значения образование. Люди без образования получают огромные деньги. Меня это тоже заинтересовало. Тоже захотелось. А кому не хочется заработать деньги? Так и нет. И вы знаете, я это все прослушала, посмотрела, просчитала, подумала и решила, что я буду заниматься этим бизнесом. И я поставила себе цель. Я добьюсь успеха. И я ни на минуты не сомневаюсь, что я достигну уровня бриллианта и еще выше, какие только есть уровни. И вы знаете, вот это... Ну и благо есть все возможности. Да, и есть все возможности. И я стала зарабатывать. И сейчас я чувствуюсь свободным человеком. Я зарабатываю. Я могу поехать к детям. Я могу сделать какие-то подарки. Я уже въезжу. Я была в Америке. Потому что компания награждает, делает такие награды, как поездки на лучшие курорты мира. Может быть, вы слышали, есть такой закон 3К. То есть 3 конгроентности. И этот закон, он позволяет нам успешно осуществлять деятельность в компании. То есть 1К – это соответствие самому себе. То есть когда мы соответствуем, ну, наши мысли соответствуют нашим поступкам, нашим действиям, нашим словам. Второе – это соответствие своему продукту. То есть когда мы любим свой продукт, либо свою услугу, которую оказываем, и гордимся этим, и можем другим людям предлагать, ну и при этом делать это с гордостью. И третье – это соответствие своей компании. Когда мы гордимся своей компанией, когда мы уверены в своей компании, ну и можем, опять же, вовлекать людей. Ну и мне кажется, что вы, ну, у вас вот все эти 3К, они у вас развиты. То есть вы с таким упоением рассказываете о своем продукте, с упоением рассказываете о компании, ну и при этом видно, что вы, ну, и достигаете успеха, ну и, соответственно, и соответствуете самой себе. Да, я с вами согласна. Я вообще по натуре человек коммуникабельный, и я как-то всегда нахожусь со всеми общий язык, позитивный. У меня, я свое даже плохое иногда настроение, я стараюсь куда-то убрать. Потому что людям нужно, чтобы вы несли позитив. В любом бизнесе, каким бы вы ни занимались, в любой сетевой компании, какой бы вы ни занимались, вы должны идти с хорошим настроением. И вы знаете, я живу по принципу относиться к людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. Надо любить людей, а я их люблю. Мы сейчас живем в такое время, в общем-то, нестабильное, когда в любое время вас могут сократить, в любое время ваше предприятие может закрыться. А у вас уже параллельно есть бизнес. Вот даже студенты, институт бизнеса у нас сейчас есть, да? Вот даже, пожалуйста, ваши студенты, они уже параллельно строят свой бизнес и учатся в институте бизнеса. Пройдет пять лет. Вот кто не занимается бизнесом, они закончат, получат диплом. Куда они пойдут? Кругом нужно стаж работы, опыт работы, а у них пока ничего нет, а вы уже наработали. И вы, закончив институт, у вас уже свой бизнес подрос. Пусть он еще не очень сильно вырос, но он уже подрос. У вас уже будет дело, и вы будете уже уверены в своем будущем. В вашей структуре есть студенты? Есть. Ольга Михайловна, расскажите, может быть, какие-то ваши ближайшие планы по расширению бизнеса. Что вы планируете? Ну, естественно, как можно больше спонсировать людей, как можно больше построить еще, чтобы больше была моя структура. Привлечь как можно больше молодых людей. Молодых почему? Потому что это бизнес молодых, это перспектива. Ну, и пожилым людям, я хочу сказать, если вам за 70, забудьте про свой возраст, забудьте про свои беды, оставьте все это в прошлом. Начните новую жизнь, потому что и в 70 лет можно начать новую жизнь, быть счастливым, обеспеченным, довольным жизнью и здоровым. Да, замечательно. Спасибо, Ольга Михайловна, спасибо за очень интересную беседу. Действительно, вы очень позитивный, контактный человек и можете вдохновлять людей. Я это почувствовал на себе. Спасибо. Спасибо, Ольга Михайловна. У нас в гостях была Ольга Михайловна Ходорева, очень интересный и позитивный человек, которая на своем примере показала нам, что бизнесом можно заниматься в любом возрасте. И если у вас нет стартового капитала, есть желание открыть свой бизнес, то вам может подойти сетевой маркетинг. Вы можете создать свою бизнес-организацию за короткое время, получать постоянный доход и быть счастливым человеком. Открывайте свой бизнес, будьте свободными. С вами был Артем Богач. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»